Дорогие друзья, сегодня Владивосток дает старт всероссийской патриотической акции «Дорога к победе». Тем самым, Приморский край подтверждает, что он с нашим президентом, с нашими вооруженными силами, с нашими бойцами. На корабельной набережной Владивостока состоялось торжественное мероприятие по случаю отправки масштабного автопробега «Владивосток-Донецк». Данное событие приурочено к всероссийской патриотической акции «Дорога к победе». У меня муж является участником спецоперации, сейчас находится после ранения на лечении. Для меня это поддержка наших ребят, наверное. Хочется, чтобы они вернулись домой с победой. И так как мы находимся далеко от них, таким образом мы хотим их поддержать, чтобы они видели, что мы в них верим, мы их ждем домой. И они для нас герои. В зону СВО для бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и Приморского подразделения Росгвардии будут доставлены автомобили, приобретенные на средства жителей края, а также письма со словами поддержки и гуманитарная помощь. Для меня этот пробег является как просто поддержкой для парней, которые это поют. Потому что я сам по себе считаю себя патриотом. Для людей, которые здесь находятся, тоже считаю патриотами. Очень сильно уважаю их, поддерживаю, по-всякому поддерживаю. Кроме того, командованию гвардейского соединения морской пехоты будет передана икона святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященная в Александра Невской лавре. Это безусловно важное мероприятие, в котором я рад принимать участие, а также все мои гвардейцы также рады принимать в этом участие. Спасибо, наверное, организаторам надо огромное сказать, а также спасибо всем тем, кто посодействовал в том, чтобы мероприятие прошло так шикарно, масштабно и красиво. Цель автопробега заключается в том, чтобы рассказать жителям городов России о героизме наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Мы приехали сегодня поддержать наших военных, которые участвуют в зоне СВО, поддержать автопробегом, поучаствовать в мероприятии. Мы, в принципе, ездим на все автопробеги, которые проходят в городе. Поэтому сегодня здесь, чтобы поддержать наших ребят. В акции принимают участие около трех тысяч человек. Автопробег объединит 22 города и 21 регион России. Участники планируют останавливаться в крупных городах, местах воинской славы, а также в точках приема гуманитарной помощи. Яна Коган, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.